привет всем в этом видео хочу показать и рассказать более подробно как я переношу рисунок на темную ткань да так как мы работаем по чистовику то естественно нам нужно чтобы это было сразу все четко да потому что у нас не будет возможности вытереть исправить свою работу и нам нужно тут сразу работать на чистовике смотрите и продолжаю я сотрудничать с пол дэнсом для них писать рисовать по тканям их логотип а также вот таких вот прекрасных девушек к тому же серии у меня у меня на канале вы можете увидеть кому интересно смотрите как я переношу рисунок на темной ткани я вот распечатала да вот вот эту девушку красавицу и аккуратно ножницами вырезала ее что я делаю дальше приготовила предварительно футболку растянула ее на холсте чтобы хорошо держалась да и хорошо было растянуто чтобы заполнить всю ткань красками чтобы не было просветов между красками когда она растягивается при одевание после я приложила вырезанную нашу девушку и обвела тоненькой тоненькой кисточкой вот вот эту красавицу после убираю и дальше рисую же прорисовываю детали трусики топик да все остальные наши там ножки в общем все линии которые не хватает как по рисунку волосы тут еще лицо я прорисую пока еще я в раздумья будет ли это в одном цвете девушка да то есть а водка будет такого же яркого цвета заполню возможно трусики такого же цвета топик лицо прорисую да или же она будет цветная да как в тех видео которые я показывала там две девушки где полностью прорисован цвет кожи до цвет лица цвет топика то есть буду еще смотреть после я написала да скажем так наметила наш логотип пол dance легко там тоже тоненькой кисточкой нанесла и теперь я буду каждую букву прорисовывать чтобы это была надпись выразительная и уже последнюю очередь я домозгую и подумаю как будет красивее смотреться либо ее сделать в цвете дат кожу прорисовывать человеческую до волосы лицо топик или же я в этом же свете и и оставлю в одном да но заполню просто ей одежку так ну что приступлю тогда к надписи пол дэнсе буду прорисовывать теперь каждую букву и это займет некоторое время пока я видео приостанавливаю и покажу вам уже позже как что получается у меня так что оставайтесь со мной и продолжаем смотрите вот я написала уже пол дэнс чтоб видно было красивенько смотрите сала я вот такой вот кисточкой она уже немного мне пока шлатилась не знаю после всех этих манипуляций издевательств на кисточками такими красками можно ли их будет спасти или нет что я вообще в работе у меня участвует это две кисточки тоненькая это совсем для тоненьких как же показать совсем для тоненьких работа для тоненько прорисовочки для тоненьких линий тряпочку чтобы вытирать кисточки кисточки я обязательно промываю потому что краска садится на нее высыхает и все невозможно работать потом поэтому вода нам обязательно хотя бы чуть-чуть чтобы промывать кисточки вот желтенькая красочка у нас и сюда в крышечку я тут развожу водой краску воды беру совсем чуть-чуть буквально я смачиваю кисточку сюда вот от кисточки воду я отжимаю было несколько капель воды набираю краску также на кисточку вот видите и здесь я уже с капельками водички это так все мешали если вижу что воды много а как мы можем это определить то есть при размешке тут маленькие пузырики не видно вам поверьте мне нашу что тут когда много воды при размешивании то там маленькие пузырьки нам не совсем это подходит поэтому я еще набираю на кисточку краску опять сюда макай в эту за жижу и размешиваем так и теперь допустим я хочу прокрасить этим цветом полностью трубу то есть наш шест на котором крутится наша танцовщица видите да что при нанесении краски на ткань видим что краски недостаточно ткань просвечивается и чтобы понимали мне нужно сделать несколько слоев краски на ткань чтобы довести до нужного цвета чтобы ткань не просвечивалась то есть это такая вот длительная на самом деле работка долго приходится играться над этим всем чтобы добиться хорошего и нужного нам результата вот видите просвечивается краска просвечивается ткань при нанесении только одного слоя краски то есть когда она подсохнет чуть-чуть когда краска возьмется до за ткань когда я нанесу еще второй слой что если я буду сразу наносить много слоев до и не дать краски чуть-чуть подсохнуть и схватиться да то краска будет цепляться за кисточку и буду такие некрасивые просветы чего нам не нужно чем делать я буду такие одним цветом таможня дала добро с работодатель сказал что главное что получилось красиво вот и я хочу именно в этот раз делать в одном таком красивом цвете с желтой краской на черном топике очень красиво будет сочетание этих цветов причем это такая желтая краска она на черном смотрится больше лимона по лимонный до цвет похоже чем желтый вот так вот я наношу и оставляю пусть она схватится контур я буду обводить еще раз до контур нашей девочки тоненькой кисточкой чтобы он был четкий боли и линии были более ровными они такие знаете рваные линии не очень красивые также лицо носик глаза губы я буду прорисовать тоже тоненькой кисточкой потому что эта кисточка не пойдет она просто может все испортить работа будет не так гарно тоже мы прорисовываем не закрашиваем где уже нет у нас краски здесь заканчивается быстро краска сыр израсходуется краски уходит довольно таки много на это все таким макаром наносим нашу краску на рисунок на ткань закрашиваем это все и тоже придется закрашивать еще это все не одним слоем покрывать сейчас я один слой наношу подожду пока красочка возьмется буду наносить второй слой возможно третий возможно даже и четвертый смотря что мы хотим добиться да более чтоб насыщенный был цвет чтобы это выглядело привлекательно красиво а не что попало правильно там же нужно так делать доводить все до совершенства чтобы это было приятно что понравилось чтобы заказчице чтобы человек топик носил с удовольствием там девочка, женщина смотря кто будет носить этот топик смотря кто будет носить этот топик с таким макаром мы наносим это все делаем довольно таки все как бы уверенно твердой рукой не дрожащей тогда линии получаются четкими твердой руками смысл я думаю вы уловили пусть оно подсыхает после я нанесу еще несколько слоев так что пока я видео приостановлю красочка подсохнет и мы продолжим в общем смотрите что я тут сделала это я второй слой наложила но тут видно что опять таки ткань еще просвечивается нужно наносить еще и третий слой возможно и четвертый лицо еще я не прорисовала но контур уже провела и смотрите да тоненькой кисточкой провела я контур и уже не такие рваные линии уже прямые красивые линии что-то такое симпатичное вырисовывается сейчас подожду какое-то время пусть красочка еще впитывается в принципе она уже немного подсохла и я наложу еще второй третий слой четвертый прорисую лицо и покажу вам уже результат я завершила эту работу я нанесла несколько слоев теперь у нас замечательный такой салатовый нежный цвет на черной футболочке бровки и глазки губки прорисовала я и вот у нас такая красивая барышня получилась теперь у нас завершающий этап мне нужно прогладить рисунок чтобы краска закрепилась на ткани и чтобы при стирке краска не слезала не сдиралась а оставалась на футболочке что я для этого делаю вы берете гладильную доску в данном случае если такой не имеется я на твердой поверхности у меня какая-то фанера я сверху положила футболочку свою можно любую тряпку да положить или полотенце после я выворачиваю на изнанку нашу футболку затем я беру еще одну или же полотенце или ткань в данном случае это у меня вторая футболка что я делаю я вот внутрь изделия закладываю вот так вот между тканями футболки изделие наше основное на котором мы наносили рисунок я закладываю вот так вот футболочку раскладываю ее чтобы все у нас ровненько симпатично получилось вот таким образом я сверху покрываю сейчас такие наши футболки то есть понимаете да смысл в чем чтобы между тканью у нас была какая-то тряпка да полотенце да какая-то ткань и сверху обязательно вы должны положить либо полотенце либо ткань затем вы берете утюг и проглаживаете и так минут может три минуты две вы старательно это все проглаживаете тщательно таким образом вы не навредите самому изделию да той футболки либо платье либо шорты на котором нанесен будет рисунок вы таким образом никак не повредите ничего плохого не сделаете нашему изделию а прогладите и наш рисунок закрепиться на футболочке в общем так вот тщательно две минутки проглаживаете после убираете приворачиваете и все наша футболка готова чтобы ее носить и радоваться жизни так теперь следующий нюанс как мы стираем стирать можно вручную да сильно так вот не застирывать не тереть где в местах нанесен рисунок да вот а в ручном режиме вы стираете при температуре 30 градусов и тогда у вас рисунок будет вообще однодолго очень не будет долго носиться если стиральной машинке тут уже есть такой ручной режим там 30 градусов выставляете и все оно нежненько тщательно постирает футболочку и рисунок останется на ткани он не будет поврежден будет еще очень долго долго носиться еще раз повторю что это краска декола из всех красок которые нам предоставляют на данном интернет сайтах художественные магазины декола это для меня самый лучший вариант потому что смотрела я как другие экспериментировали наносили других марок краски и что при стирке жесткой даже там эксперименты проводились жесткая стирка то многие краски они просто блекли млекли рассыпались да сдирались изделия а вот декола проявила себя в этом случае очень хорошо и тем более деколу можно найти на любом сайте художественном интернет-магазине она продается ну буквально везде ее сейчас очень легко найти приобрести купить и себе что-то такое на футболке какую-то красивость нарисовать да индивидуальное что-то да будет смотреться очень здорово так что кто хочет попробовать пробуйте экспериментируйте довольно таки интересно мне понравилось конечно трудоемкая немного да затратно по времени но ничего зато результат прекрасен результатом я довольна когда-то настанет время когда я и на своих футболках что-то оригинальное нарисую так что ребята если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал дальше я буду еще новые стили какие-то смотреть обучаться и показывать вам как у меня получается так что всех люблю целую пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч и